Следующая наша дива, Руслана, сама за роялем. Аплодисменты для начала этого повода. Русланочка, у меня есть, знаешь, такая идея. Коль ты сама за роялем, я знаю, что ты отлично, потрясающе играешь, я предлагаю так, давай мы сейчас музыкальным образом пробежимся по всей твоей жизни. Давай. Давай? Спробуем. Давай начнем, ну, например, вот вспомним Русланочку, которой было пять лет. Что это была за музыка, что она, что Руслана играла, что Руслана пела, пять лет. Люблена песня моей мамы, и я для нее специально ее подобрала, потому что я уже несколько нот научилась эту деграду. Хороший вкус прививался сначала. Русланочка, время шло, допустим, добавим еще два года, в семь лет Руслана пошла в первый класс. В первом классе что было, что Руслана играла, что Руслана слушала? В первом классе Руслана уже играла Баха. Уже привязали, припнули меня до рояля. Музыкальная школа пошла. Время шло, тем временем Руслана оканчивает школу и выпускной. Может помнишь там танец, который под какую музыку было? Ну, тогда не было, в принципе, на будь-який выпускник, напевно, не было выпускного, которые бы не играли эту речь. Это правда. Все времена одна из самых популярных была. Хорошо, время шло. Значит, после выпускного, насколько я знаю, у Руслана затеялась личная жизнь. Появился бой Фрэнк, который впоследствии стал всем, и мужем, и другом, и продюсером. Правильно, да? Потом первый альбом у Русланы. И тут Руслана появляется в Украине. Руслана, суперзвезда, и песня, которую, по-моему, на тот момент напевал каждый. А потом я помню очень хорошо. Хорошо, 2004 год. Значит, я на конкурсе Евровидения нахожусь в студии украинской для того, чтобы объявлять результаты голосования. И так вышло, что в тот год объявляли по алфавиту. Юкрейн на букву Ю находится последний в Европе. И так вышло, что когда по исчислению всех голосов уже стало понятно, какие бы баллы Украина не дала, Украина выиграла. Я помню, называю там все эти баллы, и в конце это... Все эти движения. Руслана привезла Евровидение в Украину. Впервые. Такой обвешенный событий. Я не понял, почему никто не хлопает, честно говоря. Да, вот сейчас логично все стало. Евровидение. Это было давно, но правда. И если кто-то помнит, как мы победили, то мы этого момента не помним. У нас гости без Альцхаймера сегодня. Мы до того момента уже настолько снировались, что когда голосовали в Украину, я лично это не слышала. Но мы вышли второй раз на сцену, нам дали все эти нагороды, и, естественно, песня «Переможец». Руслана Уайлд Денцес. В специальной версии в нашем проекте. Руслана Уайлд Денцес. 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 Субтитры создавал DimaTorzok